Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы как страна сползаем в Средневековье? У меня есть сеньор, я ему вассал, и я должен быть ему, прежде всего, верным. Ланкастеры и Йорки – это, конечно, Ланнистеры и Старки. Насколько Средневековье – это время пыток и казней? История с Протасевичем очень со стороны напоминает. Выступление против того, чему учит церковь – это очень суровое преступление. Они вполне могли нарисовать свинью в епископской теаре. Если я сейчас эту головешку выложу себе в Фейсбуке, я просто прекрасно понимаю, чем дело кончится. На суде на Пусси Райт ссылаются напрямую. На собор там какого-то 4-го века. Формально они имели все основания апеллировать к тем решениям. Я, значит, получается, уже больше трёх недель не чистил зубы. Можно ли найти какого-то условного средневекового Моргенштерна? По современным меркам средневековый человек уже к середине дня был сильно не трезв. Так что, да, в средние века легче нырять, чем обратно выныривать. Давай, бег! Давай, давай, давай! Билку снова! Это такой реальный рыцарский поединок, настоящий. Я первый раз такое вижу, очень впечатлён. Это, понятное дело, реконструкция. В Москве летом такое, оказывается, проходит. Слушайте, я правда впечатлён. Прямо всё тут под Средневековье. Это крутицкое подворье в Москве. И, наверное, вы знаете, что сейчас очень часто мы слышим повторяющуюся фразу, что мы возвращаемся в Средневековье, мы катимся в Средневековье, что кругом опять Средневековье. Это говорят по поводу всяких законов, которые сейчас принимают. Это говорят по поводу общей ситуации. Говорят, что сейчас снова новый феодализм со знатью и плебеями, с преимущественным проездом по дорогам для знати, с кланами дворянскими и со всеми остальными. Или часто мы слышим, что Средневековье – это, например, антипрививочничество, когда приводят аргументы, почему нужно прививаться от ковида, и в том числе говорят, что не прививаться – это чистое Средневековье. И поскольку этого становится много, мы решили сделать выпуск о том, действительно ли мы идём назад в Средневековье. И действительно ли это движение можно назвать движением назад? Всё ли там было так жёстко, темно, мрачно и жестоко? Ну вот как у них, добили парни. Или это время прекрасных дам, куртуазной любви, настоящей веры, рыцарства, ценностей, которые тогда были истинными и никем не оспаривались, а теперь всё подразложилось? Когда говорят о Средневековье, я в первую очередь представляю себе, наверное, жизнь городского Средневекового города. Про то, как люди жили там, вставали, кто шёл в поля, кто в горы работать, кто открывал свою лавку с первыми лучами солнца. Я представляю больше период романтизма. Писались картины, вдохновляясь романтизмом. Писались стихи, собственно, много источников. То, что способствовало развитию в дальнейшем. Средневековье – это с какого по какой век? О чём мы говорим? О каком периоде? Обычно мы говорим с пятого по пятнадцатый. Иногда в учебниках и в наших университетских курсах мы доходим до середины семнадцатого. Немножко по старинке. А почему вообще, когда мы говорим Средневековье, мы в основном подразумеваем Западную Европу? Русское Средневековье есть такое словосочетание, но оно не очень. Не все его принимают, потому что античности у Руси не было. Истории не было. У меня сын спрашивает, что было, когда Колизей построили у нас. Медведи. Ну да, медведи. Что неплохо, я не против медведей. Но сам термин Средневековья возник не в Средневековье, а в эпоху Возрождения, чтобы обозначить нечто срединное между ими и нами. Мы знаем, что вы поклонница страдающего в Средневековье и даже делаете перепосты. Вот одна из моих любимых картинок «Мужчина конечная», которая на самом деле сон епископа Амбросия, где человека, сидящего, спящего на фоне плитки, трогает какая-то рука. Вот после этого ты видишь уже только этот человек, который заснул в метро. И тут ему говорят, вот уже вставайте. Есть два противоположных взгляда на Средневековье. Что это время антисанитарии, войн, необразованности, все друг друга режут, жестокость царит. А противоположный взгляд, что это любовь к прекрасной даме, куртуазная любовь, мораль, вера, религия на гораздо более высоком уровне, чем сейчас. Что вам ближе? Какой подход? Все ложь. В смысле, правда и там, и там. Как всегда, правда посередине. Термин Средневековье уже оценочный. Более того, он политизированный. Откуда он возник? Кто назвал Средневековье Средневековьем? Кто назвал кошку и кошкой? Это термин эпохи просвещения. Это термин просветительских мыслителей, которые создавали историческую периодизацию, исходя из успехов просвещения. Они идеализировали античность. После античности, по их мысли, наступили темные века, тысячелетний сон человечества, из которого человечество с трудом вышло в эпоху Ренессанса, которая эпоха Ренессанса мыслилась как предшествующая вот этому самому царству разума. А тут настанет царство разума. Вместо этого настала Великая Французская революция, массовая резня и после этого все европейские войны. А вот тогда начался этот культ Средневековья. Ощущение того, что были рыцари, были прекрасные дамы, средневековые замки. Я удивляюсь, откуда берутся силы, друзья, поддержите бойцов. Давай, давай, давай! Мне часто пишут с просьбами снять выпуск про нашу команду, рассказать, кто чем занимается, показать, как мы придумываем темы. Не думаю, что этого хватит на целый выпуск, я подумаю. А пока хочу рассказать вам про человека, без которого не обходится практически ни один наш выпуск, но про которого вы даже не догадываетесь. Это Виталий, наш водитель. Именно он возит меня на съемки, в аэропорт и так далее. Несмотря на то, что многие в нашей команде умеют водить, я в том числе тоже вожу и люблю водить, но без Виталия я как без рук, потому что в пути я все время в телефоне что-нибудь обсуждаю, правлю какой-нибудь сценарий, слежу за новостями, и если параллельно я бы еще ввел машину и держал в голове наш маршрут, плохо бы закончилась и поездка, и работа. Точно так же и с инвестициями. Конечно, каждый из нас может отправиться в собственный инвестиционный вояж, разобраться в правилах движения котировок и заправить с бензобак стартовым капиталом. Дать по газам. Но будет ли эта поездка такой же эффективной, как если бы мы доверились профессиональному и опытному водителю? Управляющая компания «Альфа Капитал» – один из лидеров на рынке управления активами. 29 лет опыта. Команда профессиональных управляющих и аналитиков. Более одного миллиона клиентов, более 750 миллиардов рублей под управлением и наивысший рейтинг надежности. Вам нужно только задать направление. А дальше «Альфа Капитал» все сделает за вас. Предложит стратегию, грамотно распорядится вашими средствами, сэкономит время. Отличный вариант для тех, кто хочет с помощью инвестиций сохранить или приумножить свои накопления, но времени и специальных знаний для этого недостаточно. Кстати, сейчас действует специальное предложение для новых клиентов с большими планами. При инвестировании от 5 миллионов рублей до конца июля вам не придётся платить никаких комиссий в течение трёх месяцев. Этого вполне хватит, чтобы убедиться в качестве профессионального управления «Альфа Капитала» и возвращаться к другим форматам инвестирования уже не захочется. Оставляйте заявки по ссылке в описании. Там же читайте подробности. «Альфа Капитал. Умные инвестиции». Все со школы помнят, что Средние века – это феодализм. И важнейший признак феодализма – это вассально-ленные отношения. Что это такое? Ну, это отношения власти и подчинения. У меня есть сеньор, я ему вассал, и я должен быть ему, прежде всего, верным. Это главное слово. Ты должен быть так же верен твоему сеньору, королю, графу и так далее, всё это по лесенке, как ты верен Богу и его небесной иерархии. То есть феодализм – это ещё и такая рефлексия о небе, о земле. То есть нелояльность, неверность господину – это тягчайшее преступление? Да, это очень нехорошо. Это общеизвестное максимум, что когда власть слаба, она прибегает к ресурсу сакрального. Сильной власти не нужна сакральная подборка. Но когда власть слаба, она прибегает к божественному. Подчинение идёт не институту, а человеку. Лично, конкретно. Ну, например, тому же Ледовику, Филиппу, Альфонсу. Вы клянётесь в верности лично ему. Если вы предадите, вы предадите не государство. Вы предадите того, кому вы лично клялись в верности. Кого вы клялись любить и защищать. Божественная комедия «Ад» – самая популярная часть. Десятый круг ада. Вы же помните, да? Самое страшное преступление средних веков. Самое страшное и страшнее нет вообще ничего. Это предательство. Король выглядит довольно печальным здесь. Я так понимаю, что это вскоре после выборов президентских. Есть ли такое в нынешнем отношении к президенту и его срокам, к такому сакральному отношению, которое есть в России, что-то средневековое, на ваш взгляд? Вся власть, она по сути своей сакральна, так или иначе. На мой взгляд. Ты говоришь, что вся власть от Бога? Нет. В смысле, что она представляется чем-то настолько важным, что очень легко сказать, что вся власть от Бога. И мне вообще очень нравится тезис, что люди со времён средних веков не сильно поменялись. То есть у нас монарху уже не нужно исцелять золотуху, как-то ещё показывать, что Бог им доволен, потому что теперь вроде бы источник власти народ. Но всё равно нужно показать какое-то что-то чудесное. Чудесную ракету, например. Юнг считал, что это в нас живёт архетип нашего преклонения перед вождём из первобытности. Вождь – он не просто защитник. Вождь – это такой проводник отношений с высшими силами. Он самый сильный, он альфа-самец. И это такое магическое обеспечение благополучия всеобщего. Юнг считал, что диктатуры XX века возбуждают вот этот древний архетип. Но что касается России, наверное, проблема ещё в том, что вот в XVIII-XIX веке в Европе развилось представление об общественном договоре. То есть совершенно другой взгляд на власть. Власть – это не божественное начало, а власть – это договорилось общество с государством, мы отказываемся от части наших свобод, а за это нам обеспечивают безопасность. То есть это договор двусторонний. Если кто-то из нас не выполняет договор, его можно расторгнуть. То есть если мы не слушаемся власти, нас могут наказать, но если власть о нас не заботится, мы можем перестать. Да, это совершенно другой подход. А у нас где? У нас не было совсем этого. У нас было временное правительство, и то Керенский, которого вдруг объявили спасителем, дамы руки целовали, кидали… Первый, кто начал френч носить ещё до Сталина. Да, кидали ему бриллианты и ордена на руках носили. Это тоже он как бы демократический правитель, хотя кто-то его выбирал. А к нему относятся как к Господу Богу. У нас всё время вот это идёт. У нас ещё не укоренилось другое представление. Вы где-то сталкивались с тем, что в средние века у феодалов было право преимущественного проезда по дорогам? Ну, а там в основном же ездили только феодалы. Остальные-то скорее всего шли пешком. Естественно, когда нужно было какому-нибудь принцу, графу, герцогу въехать в город, то выстраивались толпы вокруг, смотрели, как он гнижает. Звонили колокола постоянно. Ему устраивались всякие красивые пафосные встречи. Я почему спрашиваю? Потому что право преимущественного проезда как феодальную привилегию часто воспринимают в связи с мигалками. Я регулярно об этом думаю, просто как житель города, к которому… У меня чисто обыденная точка зрения, что мне это очень сильно мешает жить. Средневековье вообще очень любило выборы. Это один из мифов, что сплошная монархия и всё. Нет, они очень даже умели выбирать, и очень многие даже монархические власти в средние века выборны или квазивыборны. Главное, что государь, даже если он представляет собой династию, мы знаем несколько династий этих самых императоров, но формально ты не можешь по праву крови стать государем, только по выбору, и выбирает у тебя наиболее здравомыслящая часть. Это технический термин, на латыни – «saniur pars». То есть избирательное право распространяется не на всех подряд, потому что они понимают, что они смотрят на это. Она сейчас пойдет голосовать, и что, они нормальные, что ли? Плебс, вот эти простые люди. Проголосуют семь выборщиков, за ними стоят тоже какие-то силы. Это очень популярный сейчас тезис. Даже в либеральной части Фейсбука часто, время от времени, я вижу тезис, что давайте мы введём не всеобщее избирательное право, а ценз, что будут образованные голосовать. Ну да. Ну просто если в России начнут голосовать образованные… Собственно, голосовать-то не за что, поэтому в средние века иногда было за что голосовать. Более того, как только у государя появляется сын, то есть наследник, и пахнет династией, то, что можно передать власть, то государь… Это в разных странах происходит такое. Он говорит своим, «Слушайте, я вот его соправителем делаю». Это значит, что полнота власти всё-таки у меня, но он мой наследник. Потому что ты можешь умереть в любой момент, погибнуть, ещё что-то такое. И это палка о двух концах. Потому что с одной стороны ты обеспечиваешь династию, а с другой, если ты что-то не так сделал, то вся твоя шобла, извиняюсь, или как назвать это приличнее, вся твоя… Дураж, свита. Да, рать. Ну рать, собственно, это же все военные. Она пойдёт к сыну и говорит, «Слушай, отец твой вообще уже». И это абсолютно средневековая история. Ты сделаешь благое дело, если возьмёшь на себя этот груз. Понимаешь, ты должен это… Давай избавимся от папаши. То, как Пётр Первый обошёлся со своим сыном, это абсолютно средневековая история. Он его казнил. Просто да. То есть, на самом деле, история, описанная в «Игре престолов», про то, что в центре всё равно борьба за власть, и в борьбе за власть человек способен на всё, что угодно, она правдивая. И она имеет корни в средневековой истории. Да, да. Я плохо знаю «Игру престолов», но они правы. Мы вас не случайно снимаем на этом прекрасном фоне, потому что Тамара – автор цикла лекций по «Игре престолов» и по тому, как «Игра престолов» прорастает из реальной жизни. И фанат «Игры престолов». Да, и тематическая футболка. На самом деле, не все знают, что вся «Игра престолов» имеет прямые аналогии в европейском средневековье. Это война Алой и Белой Розы, которая происходит в Англии в конце XV века. Что там происходит? Война Алой и Белой Розы – это война за власть между представителями династии ланкастеров и семейством Йорков. И вот ланкастеры и Йорки – это, конечно, Ланнистеры и Старки. Там слабый король Генрих VI, у которого психическое заболевание, поэтому он постепенно совсем выпадает из обоймы, не может ничего делать. А при нём очень энергичная такая властолюбивая королева, его жена Маргарита Анжуйская. Есть её портрет, она даже похожа на Серсею. То есть понятно, что наоборот, она с такими длинными белыми волосами, и она хочет править за своего больного мужа. А Ричард Йорк, один из крупнейших феодалов, кстати, северных, конечно, то есть он взял очень много, Мартин, он получает титул лорда-протектора королевства, и он пытается власть взять себе. И дальше начинается конфликт, конфликты, которые длятся с перерывами 30 лет. Погибает Ричард Йоркский, которому не то его убили в бою, не то после боя отрубили голову, во всяком случае выставили на стене Йорка, как вот голова Неда Старка. Королева теряет своего сына принца Уэльского, который погибает тоже в бою. Королева попадает в плен. Правда, в отличие от Серсеи, она не погибает, а её выкупил её родственник, французский король, и она вернулась во Францию, где доживала свой век. Вы как-то сравнили войну за трон Вестероса с жестокой борьбой, которую вели члены ЦК в последние годы жизни Ленина. Можете пояснить эту аналогию? Если ты играешь в игру престолов, ты или побеждаешь, или умираешь. Вот главная закономерность. И это, естественно, к борьбе после смерти Ленина, в частности, тоже относится. Кто займёт престол? Сталин, Троцкий. Сталин обводит вокруг пальца Каменева и Зиновьева, которых он убеждает, что они будут вместе бороться против Троцкого. Сломив Троцкого, он тут же начинает бороться против них. Они пытаются объединиться с Троцким. Уже поздновато. Он постепенно перемалывает их. Бухарин делает вид, что ему так хочется думать, что он остаётся над схваткой. А когда всех уже ликвидировали, то, конечно, следующий жертвой стал он. Очень в духе «Игры престолов». Вот у вас тут написано. Снова напоминаем про эпоху, в которой мы живём. История с митинга, она в плохом смысле средневековая. То, что не хочется видеть в 21 веке. В 12 не хочется. У вас были достаточно прямые политические высказывания несколько раз. Да. «Я – мы», когда был удел Голунова, насколько я помню. Плюс, когда были митинги, вы довольно жёстко высказывались. Но не в сторону от эстетики своего паблика. Мы довольно много теряем на этом людей. А, да? На самом деле нет. Ну, уходят. Нет, нам пишут много всяких комментариев типа «Политота», «Что вы тут? Политота, я пошёл поржать». Но отписывается пара сотен. То есть это на самом деле не так много. То есть люди, которые на вас подписаны, они не то что приходят искать политические параллели, аналогии и поржать над тем, как Средневековье преломляется в сегодняшний день. Ну, им нравятся какие-то бытовые сюжеты с утюг забыл выкручить. Ребята тут ещё придумали новую фишку. Некто, кто-то из них видимо, в натурально в латах рыцарей ходят по современному городу. Особенно в метро мне понравилось. «Рыцарь в метро», что это условно рыцарь, который попадает в современную Москву и пытается выжить здесь, ходит в кафе, спускается в метро. Какие-то проблемы в том, что этот костюм довольно долго нужно надевать на себя. Ну, это известно про рыцарей, что они вообще долго готовились. Это где-то минут… Я думал, что будет 30 минут, но где-то было минут 15. И проблема в том, что на тебя его надевают, и в конце сам ты понимаешь, что ты уже устал. Он же тяжёлый. Он адски тяжёлый – 230 килограмм. Я не представляю совершенно, как можно было протянуть в этом костюме больше трёх часов. Это вообще интересная история про эти битвы. Мы там читаем, что битва шла шесть часов или два дня. Да, если ты не понимаешь, как можно… Непонятно, как это физически. Есть даже многие исследования, что… Есть предположение, что они бились по 20 минут, и потом как-то расходились, передыхали, и дальше опять бились. Передышку убрали, короче говоря. В целом это сколько весит, ну так, примерно, если? Ну, примерно 20-25 килограмм весит всё снаряжение. Как вообще в такую жару? Возможно это всё пережить? Возможно, но жарко, да и дело привычки. Первое время тяжело, но никто сперва не выходит на стальные бои. Долго готовится, долго привыкаем к снаряжению. Потом, конечно, выходим. Я скажу так, что в целом фехтование, оно про борьбу со своим снаряжением. Оно не бывает доспеха, который был бы удобен, который бы повышал как-то характеристики. Удобным доспехом считается тот доспех, который как можно меньше доставляет неудобств. А чем вас привлекает вот средневековая эпоха? Тем же самым, что и любая другая. Люди что-то делали, все молодцы, всем спасибо. Вот примерно вот так. А когда говорят о средневековье, что первое приход в голову, помимо гончарного искусства? Инквизиция. Про судебную систему. Насколько в Средневековье – это время пыток и казней? Оно время пыток, но не то, чтобы время казней. Потому что казнь – это исключительная штука. Но это опасно, потому что все же друг друга знают. Ну и судья. Приехал судья в город. Поймали кого-то с серьёзным преступлением, изнасиловал кого и чего, а за ним целый клан стоит. Вот они его осудили и на виселицу или куда. Судье надо сматываться, пока жив. Но это опасная профессия. Конечно, это и сейчас не всегда безопасно. Пытка при этом очень распространена. Для дознания. И, как говорилось в другой эпоху, признание царится доказательств. Мы когда писали подкаст про пытки, мы обсуждали, что пытка сначала проходила, а потом человек, который признавал свою вину на пытке, должен был в суде через какое-то время выступить и ещё раз признаться. То, что он сказал. Уже без пытки. Уже без пытки. И история с Протасевичем очень со стороны напоминает. Понятно, что Протасевич говорит эти все ужасные вещи, потому что или его пытали, или ему угрожали пытками. Или психологически пытали, или физически пытали. Да, девушке угрожали. Никто всерьёз это не может воспринять. Ну, то есть поверить всерьёз-то приходится. Причём действительно, вот скажем, там процесс тамблиеров, которых несколько лет, ну там тоже кому-то угрожали, кого-то пытали, и они признавались. Дайте поясню. Значит, это король Франции Филипп IV. Это он, Филипп, красивый, да? Значит, он в очень снисленных финансовых обстоятельствах. А есть орден, один из крестоносских орденов, темплиеры, они очень богатые. И они его основные взаимодавцы. И, короче говоря, он решает, ну как в 90-х тоже братки все решали, раз я ему должен, я его сейчас. И он просто устраивает суд над темплиерами, их обвиняют в том, что они там занимались садомией, что они продались дьяволу. Черной магией, глибали на крест. В общем, их страшно судят, страшно пытают. И в конце концов их главного магистра вместе с ещё там несколькими сподвижниками сжигают возле Нотр-Дама. Вернее, судят возле Нотр-Дама, а сжигают чуть подальше. Вот здесь вот как раз они признаются во всяких ужасах. Дальше в какой-то момент за них вступился Папа Римский, которому не нравилось, что король лезет в церковные дела. И Папа Римский прислал своих следователей разбираться. И дальше эти темплиеры оказались перед ужасным выбором. То есть, с одной стороны, они хотели, естественно, ему сказать, это неправда, нас оклеветали. Но они ему сейчас скажут, этому легату папскому, и он уедет. А вот самое страшное преступление – это, скажем, то, за что Жанна Дарк тоже пострадала. Если ты уже признался, а потом отрёкся, то есть ты как бы впал в ересь вторично, вот это точно смерть тебе. Что такое инквизиция? Туда приходят два монаха, два брата в чёрных одеждах. И начинают что? Разговаривать с людьми. Сложат мессу и исповедуют, разумеется. И когда на исповеди выясняется, что здесь девять десятых – это еретики, то, простите, девять из десяти, что там все еретики, но девять из десяти на исповеди, они же понимают из разговора этих священников и из проповеди, которую эти читали, что они верили не тому, заблуждались они. Так на исповедь девять из десяти каются и говорят, прости, отец, бес попутал. Ну, сейчас сон, ну не знал, что надо так. Иди, не греши больше. Мыслить, что они сейчас выжгут всё это селение, не надо. Им это самим не надо. Иди, не греши больше. Один из десяти попадался, который упор в стол. С ним начинался немножко другой разговор. А насколько возможно была такая вещь, как оскорбление чувств верующих? О, сколько хочешь. Как раз вопрос такой жёсткий, потому что мы с вами знаем, где живём, и тридцать раз подумаешь, прежде чем вообще критиковать русскую православную церковь или Ватикан, или упаси бог, ислам. Или иудаизм. Потому что ты, когда ты пытаешься встать на точку зрения холодного наблюдателя по отношению к чему-то очень горячему, то ты, конечно, можешь делать вид, что тебе холодно. Или что тебе фиолетово. Но можно обжечься. Но можно очень здорово обжечься. Вот, сегодня. Доходит, как мы с вами знаем, до трагических, совершенно ужасных историй. Ну да, вот как во Франции голову отрезал учитель. Да, и он был мой коллега по цеху, историк. Он показал на уроке карикатуру на Мухаммада, считая, что имеем право. Там потом даже выяснилось, что даже не показал. Просто пошёл слух, что показал. Пошёл слух и всё. Средние века – это тоже абсолютно эпоха слухов. Кто-то там что-то сказал. Я видел карикатуру на Мухаммада 12 века. Но это в рукописи латинской, в латинском переводе Корана. В 12 веке Коран переводят на латынь, чтобы знать врага в лицо в эпоху крестовых походов. Ну и кто-то там пририсовал такую головешку. Если я сейчас эту головешку выложу у себя в Фейсбуке, я просто прекрасно понимаю, чем дело кончится. То есть это прям прямая параллель? Абсолютно. В плане миниатюр – вообще полная свобода. Это так круто. В смысле, что нам неизвестно практически ни одного случая, когда за какую-то маргиналью или что-то такое. Вроде бы пытались преследовать некоторых авторов этих маргиналей. То есть да, они вполне могли нарисовать свинью в епископской теаре. Интересно, что за это не преследовали. Я тоже, когда смотрел, в том числе и у вас, вот эти все миниатюры, которые жестко высмеивают церковников, думал, что сейчас бы… В принципе, за это могло и прилететь, если бы это не было средневековой картинкой. Легко. К счастью, в середине века нарисовали кучу всего. То есть там просто тонны этих картинок, тонны рукописей. Большинство еще не оцифрованные. То есть там каждый день, по-моему, каждый день там выкладывают. Кто-нибудь выложил еще оцифрованные картинки, и мы просто их смотрим в Фейсбуке, в Твиттере. Просто подписаны каких-то ученых, которые этим целенаправленно занимаются. Это их научные интересы. И они публикуют всякие новые, оцифрованные исторические, в смысле средневековые манускрипты. Да, то есть паразитируем на их работе. Да, паразитируем на их работе. Паразитируем на науке. Это время основным заказчикам для художника выступать церковь? Да, конечно. Основным большим заказчикам выступает церковь и знатные аристократы. А можно себе было представить иконостас средние века, в который бы вписали какого-нибудь правителя современного той эпохи? Например, изображения, алтарные образы. Там правитель, конечно, мог быть в качестве донатора, человека, который выдал деньги на сотворение. В храме вооружённых сил пытались же установить фреску, на которой были и Владимир Путин, и Шойгу. И получается, что это в духе средневековья. В принципе, да. Это можно было. То есть на самом деле изображались не только правители. Сам художник тоже мог себя изобразить среди верующих, среди воскресших на страшном суде. И эта практика, она, в принципе, известна. У вас есть постоянные персонажи. Вот эксгибиционист Коля. Это кто такой? Это наш любимый чувак. Нам постоянно пишут в личку, спрашивают, кто это. Это на самом деле чувак, которого надо очень сильно пожалеть, потому что это картинка из медицинского трактата, итальянского 13-го что ли века. И он болеет эльфантиазом, когда увеличивается мошонка. Видимо, это очень больно. Слушай, а вообще на самом деле гениталии довольно много изображали. Почему? Непонятно? Скорее всего, им тоже было смешно. Типа, смотрите, писька. То есть ты читаешь какой-то... Нажим потом из этого сделать. Вы кто-нибудь в комментариях можете, пожалуйста, вырезать? Мои дуны. Очень плохо. Смотрите. Ну вот сидят студенты юрфака. Они читают скучнейший юридический трактат на латыни неродной. Им очень скучно. Юрфак во Флоренции 14-го века? Да, да. Ну как бы те же самые проблемы, что и сейчас, я думаю, юристов, когда они читают какой-нибудь налоговый кодекс. Им очень скучно. И они рисуют там епископа с огромным... С огромным. С огромным. Им как бы весело. Типа, ха-ха, посмотрите. Что касается неприличных вещей, то это вообще-то очень хороший вопрос. Почему? То есть мы привыкли, что средние века – это такое очень религиозное общество, что все постятся, молятся, слушают радио «Радонеж» с утром и вечером. Но на самом деле, конечно, в какой-то мере так и было. Действительно, религия пронизывала все стороны жизни религиозного человека, но это не значило, что он не мог посмеяться в то же самое время даже над такими как бы серьёзными вещами. И, скажем, вот к этим изображениям непристойности относились легче в какой-то мере, чем сейчас. Сейчас, наверное, трудно представить такую книгу религиозного содержания, где бы что-то подобное было. Это сразу оскорбление чувствируешься. Да. Есть хрестоматийный случай, который относится уже к XVI веку. И он вошёл вообще во все учебники. И он касается известного художника Веронеза, венецианца. В 1573 году он написал «Тайную вечерю», как вы знаете из нашей книги. И его позвали на допрос инквизицию после этого. Но не потому, что он там что-то непристойное написал в нашем смысле, а потому, что он нарисовал там очень много разных людей на «Тайную вечерю». И его, в конце концов, обязали переделать это, чего он не сделал, он просто её переназвал. И там был очень смешной момент, когда Веронеза, когда его спрашивают, действительно ли он думал, что всё это там было, он говорит, нет, не думал. А почему же вы это всё нарисовали? У меня было ещё очень много места. То есть это ответ художника. Там недодумывались за то, что это такое чувство, как вообще, что такое оскорбление чувств. Но оскорбление церкви, выступление против того, чему учит церковь – это очень суровое преступление. И за него очень суровое наказание. Везде. То есть это идёт ещё оттуда? Конечно. У нас сидит. И вы знаете, не только оттуда. Я сейчас писала книгу про смертную казнь и поняла такую вещь, что вообще-то во все времена казнились одно и то же. И вот в частности, за нарушение табу… А что такое табу? Это священный запрет. То есть если ты нарушил какое-то священное установление… Есть масса примеров, когда туземец, какой-нибудь индейец, африканец случайно нарушает табу и тут же умирает просто от страха. Ну или на него всякие страшные обрушиваются кары. Вот это всегда, священная сфера всегда казалась тем, за что надо казнить, мучить, наказывать. Но мы же вспомним, что на суде над Пусси Райт ссылаются напрямую на пистолет. Да-да-да, на собор какого-то четвёртого века. Сейчас напишем на кого точно, но это смешная история, как они там ссылаются на отцов церкви. Юридически, формально, право, оно же формально, так вот юридически формально, никто до сих пор не лишал силы постановления Трульского, Лаудикейского, Никейского, Константина и прочих соборов древнего мира и средних веков. Юридически это действует до сих пор. Как бы смешно это ни звучало. Другое, что это уже неадекватно, нелевантно, несоответственно. Ну, соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу, как хотите, да, но они прибегли к этому. Формально они имели все основания апеллировать к тем решениям. Их никто не отменял. Сейчас, наверное, очень трудно себе такое представить, особенно в России, но в средние века, по крайней мере, до 13 века, не только не запрещались церковные танцы, они были в обычном церковном обиходе. И было несколько видов таких танцев. Самый, наверное, распространенный – это корового, когда монахи собирались в круг, брали за руки и, проще говоря, водили хоровод. Происходило это всё примерно под таком языке. А почему Давиду перед Скинией можно было плясать? Это считалось хорошим, а современным людям нет. Это был вопрос для богословов, и богословы не могли на этот вопрос ответить. А если говорить о светской музыке? Это не только инструментальные произведения, не только трубадуры, не только труверы. А, у Трубадуров есть любимая история. Расскажите. Ну, во-первых, Трубадур кто? Ну, для человека, который посмотрел мультфильмы, бременские музыканты, Трубадур – это молодой человек, ну хорошо, пускай у него будет не брюки-клёш, но у него хотя бы будет, он будет стоять под балконом возлюбленной, петь песни. Я так себе представляю тоже. Не только молодые люди пели. Существовала традиция женщин-трубадуров, которые называли Трубарит. И они пели на свои проблемы совершенно разные. Например, о том, стоит ли выходить замуж, или лучше уйти в монастырь. А если будешь рожать, то начнутся складки, живот плохой. И вообще можно вообще заболеть. Такие темы были? Да, и это была Тенсона, то есть две Трубарит друг с другом обсуждали. Как рэп-баттл? Да, да. Можно ли найти какого-то условного средневекового Моргенштерна? Как мы это будем делать? Чтобы понять Моргенштерна, у нас количество скачиваний есть. А здесь мы можем максимум смотреть, сколько было в рукописях до нас дошло. То есть этого произведения не дошло, десять рукописей, но, наверное, круто. Наверное, вот этот вот хит. Да, если мы так смотреть, то главный хит средневековья, как композитор, это Гильон Домашо. Его сохранилось безумное количество. Скорее всего, сохранились все его произведения. Он в этом смысле уникум, потому что он трижды в своей жизни делал полное собрание своих сочинений. Молодец. Средневековья подарила нам ноты. Да. Вот тот же самый Гиде Дореца, который изобрел нотный станд. Не ноты сами, а вот именно нотный станд, вот эти вот линеечки, который действительно позволял быстро разучивать музыку, не слыша её до того момента. Ну вот мне подсказывает музыка, то, что и в те далёкие времена, судя по дошедшим до нас мелодиям, костюмам, люди умели радоваться. И это великолепно, и это ценно в том числе и в наше время. Люди радовались любви, красоте, музыке. А какой куртуазной любви всё время мы слышим применительно к Средневековью? Что это такое было? Это очень странная штука на самом деле. Куртуазная любовь возникает где-то примерно в XII-XIII веке на юге Франции. Юг Франции – очень необычное место, вот Прованс. Аквитания? Да, там смешиваются разные влияния. Там осталось сильное влияние римское, там влияние Востока сильное, арабское, и много чего перемешано. И там возникает культ прекрасной дамы. То есть до этого женщина, ну это действительно, или она монахиня, тогда она нас не волнует, или она жена, мать и так далее. А тут возникает вот эта прекрасная дама, которой рыцарь служит как своему сеньору, причём буквально он ей приносит клятву верности. Естественно, он не может её нарушить. Она ему разрешает ей служить. Он мог один раз в жизни её видеть или вообще не видеть. Это не подразумевает никакой интимной связи. Спасибо. На самом деле есть какие-то странные тексты, где там такие средневековые поэмы, где возлюбленные обманывают мужа. Похоже, что такое тоже всё-таки бывало. Но в принципе вот куртуазная любовь, скажем так, она не обязательно предполагает измену. Были, тоже на юге Франции, были такие куртуазные суды. Дамы собирались и вопросы разные решали. И вот они решали вопрос, какая любовь выше, куртуазная или супружеская? И, конечно, сказали, что куртуазная. Потому что мужа женщина любит по обязанности, а возлюбленного – по велению сердца. Вы пишете в своей книге, что в Средневековье, как в СССР, по известной фразе секса не было. Поясните. Ну а что тут пояснять? Ну не было секса. Мы, конечно, очень мало о нём знаем, потому что, опять же, не было источников информации соответствующих. Знаем по покаянным книгам, то есть по руководствам для священников, что, мол, признайся, что ты даже с женой, я уж молчу про налево, с женой в постные дни или в праздничные дни или что-то такое делал – признавайся. И к женщине то же самое. Или признайся, со скотом было. Не было понятно, что было скотом. Признавайся, садомитствовал ли со своим полом. Гомосексуализм был вполне распространён, но очень табуирован. А правда, что даже сексуальные позы были регламентированы? То есть с миссионерской можно, а сзади нельзя? Ну да. Надо, чтобы такая простая фронтальная субординация слабого пола сильному. Ну, есть два человека, которые лежат. Обычно один – их чёрт. Можно на них показать. Вот. То есть, по-моему, это самое эротичное, что могли показать в плане секса. Изображение обнажённой женщины могу вспомнить только в трактате 15-го века по астрономии, астрологии, где, например, богиня Венера изображалась просто голая женщина с двумя точками, и Фейсбук нам в своё время снёс это за порнографию. Сцены сети очень чувствительны к нашему контенту. А право первой ночи, то есть, когда господин имеет право на сексуальную близость перед свадьбой своих вассалов или рабов, это миф? Да, это миф, конечно, миф 19-го века. То есть он родился, по-моему, в 18-м веке. Сейчас точно не вспомню, зафиксирован вроде бы в энциклопедии Дидро де Ламбера. Это один из, как мы сейчас говорим, неправильно использует слово «жупелов» – старого режима, с которым надо было бороться. «Посмотрите, какая гадость!» И чтобы выделить эту гадость, надо раздавить гадину. То есть это фейк, короче говоря? Конечно, да. Женщина в средние века – это исключительно сексуальный объект? Ну, мне так не кажется. Женщина – это как раз есть вариант, наоборот. Невероятно превозносятся те, кто отказались от сексуальной жизни. Особенно в раннем средневековье. Огромное количество историй о святых женщинах, которые поклялись сохранять девственность. И есть всякие жуткие истории, когда там её отец хочет выдать замуж, она себе глаза вырывает или ещё что-то, или бежит. И именно их превозносят, потому что они не хотят быть сексуальными. Жены Христовы. Да. Поэтому тут очень по-разному всё. Вы обсуждали в одном из подкастов такое явление, как называется «Свадьба под виселицей». Это что такое? Это клёвая штука. Когда ведут преступника вешать, какая-нибудь женщина говорит, что не надо его вешать, я возьму его замуж. И их женили и не вешали. А, был такой способ избежать смерти? Да. Как прикольно. Был эпизод, записанный где-то, что вышли три девушки, и преступник сказал, что у этой кривой ноги это страшно, и сказал, что лучше казните меня. Его казнили. Его казнили, да. У меня есть интересное наблюдение. Я почему-то нигде в системной литературе не читал этого. Что ведь средневековые люди, и аристократы, и простолюдины, они по современным понятиям очень много пили, потому что не было воды доступной, и почему-то кипячение не было распространено. И пили либо эль попроще, либо пиво позже, а аристократия пила вино. И это широко известный факт. И значит, что по современным меркам средневековый человек уже к середине дня был сильно нетрезвым. Объясняет ли это всякие экстремумы средневековины, на которые все обращают внимание, там, крайнюю жестокость с одной стороны, крайнюю смелость с другой стороны? Может, просто они нетрезвые были? Это интересная мысль. Действительно, они были очень вспыльчивые, очень эмоциональные. Если, по крайней мере, следить за документами, какой-нибудь рыцарь, он рыдает, он восклицает и так далее. Если представишь, что он пьян, это всё… Да. Но я не уверена в этом. Мне кажется, во-первых, действительно, эль пили. Ну понятно, что… А никто не знал, что надо кипятить воду. До пастера ещё очень далеко. А чтобы кипятить… А, не было понимания, что кипячение воды убивает? Ну конечно, конечно. А зачем тогда? Это только дрова тратить лишнее. Но то, что она вызывает кишечные расстройства, сырая вода, это все знали. Вы знаете как? Ведь господство стало представление о том, что болезни вызывают с амиазмами, запахами. Соответственно, дело не в том, что вода сырая, дело в том, что она там пахнет плохо. Эль действительно пили, но он не обязательно был такой уж крепкий. Он мог быть там четыре градуса, как кефир. Но всё равно. Представляете, вы с утра пьёте напиток четырёхградусный крепкий. Кефирчик! Ну, не знаю. Но всё равно к концу дня вы будете сильно навесили. Да, но они же не пили целый день. Вино, я думаю, что тоже. Мы знаем, что греки смешивали с водой. Да-да-да. Но я думаю, что они скорее воду подкрашивали вином. Ну если мы не говорим о каком-нибудь пире. Да, мне тоже очень нравится эта теория. Но да, вот про Карла кажется известно, что он выпивал в обед три литра вина. Но не только Карл Великий выпивал. Не только, да. В смысле и монахи тоже хорошо выпивали. Все очень много пили. И при этом это какой-то не очень вкусный был напиток. Сегодня процесс брожения виноделы контролируют, регулируя температуру брожения. Это очень важная штука лица временного виноделия. В дреносе в среднем веке вы не могли контролировать температуру брожения. То есть она у вас просто бродила. Просто бродила. Как это, например, происходит и сегодня у людей, которые занимаются так называемым домашним виноделием, делают те самые домашние вина ужасные. Понятно, что алкоголь действовал. Мы знаем большое количество текстов, оставшихся о Средневековье, которые нам рассказывают о том, что было много алкоголиков. Алкоголизм был проблемой для средневекового общества. То есть они понимали, что у них есть такая проблема, как янство. Они пытались с этим как-то бороться. Причём там есть градации. Если он просто пьёт, если он пьёт, так сказать, дорвоты, извините. Какие наказания? Если он хронически употребляет алкоголь в больших количествах и так далее. Разные были наказания. Но обычно пост, какой-то срок поста устанавливался. Несколько месяцев. А, например, хронического алкоголика могли отлучить от причастия. А это значит вычеркнуть его из социальной жизни. Это довольно жёсткое наказание. Интересно, были ли эпизоды, когда король напился, и приходит к ним священник и говорит, что это порог, почему ты так много пьёшь. Он говорит, что сейчас я искуплю, и отдавал ему кусок земли. Некоторые учёные стали в последнее время об этом говорить уже более-менее целенаправленно, более-менее определённо. Что всё-таки количество алкоголя, чрезмерное, которое потреблялось, видимо, было ответственно за повышенную эмоциональность среднякового человека, за то, что он так быстро переходил из одного состояния в другое, за то, что он резко реагировал, за то, что у него была психика, как бы мы сейчас сказали, гораздо более подвижная, чем у современного человека. Видимо, в том числе, не только, но в том числе и алкоголь на это влиял. А ещё же надо сделать поправку на то, что продолжительность жизни – лет 30. Да, ну в смысле мальчики пили, молодые. Да, они мало того, что пили, они были ещё и сильно молоды, и это тоже много объясняет в поведении средневекового человека. Да, конечно, они были очень инфантильные. Я бы ещё сказала, что они были очень грязные. Они же мылись-то редко совсем, и они, конечно, всё время чесались. У них же все эти вошки и так далее, они могли этого не замечать. Но понимаете, что если тебя всё время что-то раздражает, нас когда комары скусают, это же невозможно какое-то состояние. Они всё время в таком. Да, то есть там и вши, и блохи. И мы знаем, что в средневековье хорошо, если пару раз в год мылись, это считалось нормально. Я, значит, получается, уже больше трёх недель не чистил зубы, и это очень сильно меня напрягает. Все там палочки, тряпочки, зола, отвары там из трав, я не знаю, может быть, это, конечно, и помогает в плане снижения количества бактерий во рту или чего-то ещё, но это вообще никоим образом не даёт ощущения почищенных зубов. Павел, вы участвовали в проекте «Один в прошлом» и 181 день провели в средневековье. Да, было такое дело. Это был эксперимент, который мы тогда задумали и внезапно реализовали, когда один человек, это оказался я, должен был 7 месяцев провести в условиях раннего средневековья. То есть нужно было использовать только те предметы и вещи, которые были во время раннего средневековья, и использовать только технологии, которые были доступны в то время. У меня в доме центральная часть этого дома, где я, собственно, жил, утеплённый. С одной стороны был склад, с другой стороны хлеб, где жили животные, козы и куры. Центральная часть отапливалась, там стояла печка из камня, сложенная обмазанной глиной, и была врублена палать, где можно было спать. Собственно, всё, из мёбель больше ничего и не было. В раннем средневековье же не было. Сжигалов, спичек, и даже огни вы ещё, собственно, в тот момент не придумали. Люди разводили огонь с помощью кресала, это специальное металлическое приспособление, которым из кремня камня высекалась искра, и с помощью специального труда, подготовленного, она ловилась, потом раздувалась. Процесс необычный, на самом деле он несложный, и можно это сделать за считанные секунды, если умеешь. Что ели? В основном зерно. И это правильно, потому что в основном люди раньше ели зерно, и подавляющее большинство людей в рацион состояло из различных зваков. Как вы выходили с проекта? Очень тяжко давалась обратно социализация. Я, как сейчас так понимаю, несколько лет этот процесс длился. Года два, наверное, точно. Помимо многих психологических проблем, было много и проблем со здоровьем. Я очень много стал пить. У меня там был период, несколько лет после проекта, когда я очень много алкоголя употреблял, буквально почти каждый день. Так что да, в средние века легче нырять, чем обратно выныривать. Понятно, что наши нынешние, так сказать, исторические моменты отличаются повышенным индивидуализмом. Тут мы не будем говорить, что люди сливаются в какие-то общности. Но что вдруг начинает вылезать? Ну вот смотрите. Например, такие странные вещи, как возвращение института репутации и всеобщей прозрачности людей друг для друга. Мы становимся, так сказать, видны постоянно всю нашу жизнь для других людей. То, что мы говорим и делаем, как-то фиксируется. Наша репутация следует за нами, куда бы мы ни переезжали, потому что мы уже не приходим с котомкой в город, где нас никто не знает. Наши все социальные связи с нами в кармане, в телефончике продолжают происходить. Вот это вот самое cancel culture, пресловутая, это такая вещь характерная для традиционного общества, где вот этот факт, который про тебя известен, он вообще губит не только тебя, но и ту структуру, социальную единицу, к которой ты принадлежишь, потому что мы все такие прозрачные. До последней волны урбанизации так жили все. Крестьяне жили на виду друг у друга, аристократия жила на виду друг у друга. Королева рожала прилюдно, крестьяне спали в повалку. Все знали все про всех до седьмого колена. Вот это взяло и вернулось. У меня ощущение, что сейчас какие-то еще добавляются вещи, тоже совершенно средневековые. Вот то, что сейчас творится вокруг прививок, вокруг чипирования Биллом Гейтсом и так далее, это совершенное средневековье. Когда люди говорят, что от прививок только что хвост не вырастет. Вот как в 19-18 веке убивали врачей, и считали, что они травят воду. А теперь говорят, что от прививки чип вставляют. А восприятие широкими массами людей, например, эпидемии чумы знаменитой 14 века, черной смерти и нынешнего коронавируса, пересекаются? Есть похоже? Очень сильно пересекаются, на мой взгляд. Сначала люди в панике, пугаются, понятно. Потом они видят, что ничего не помогает. Тогда один вариант – пир во время чумы. Гуляй, одного живем. Вот это то, что сейчас, по-моему, на улицах Москвы, на пляжах, в фан-зоне футбольной – это всё происходит. Это один вариант. Второй вариант – вообще всё потеряно, конец всему. Сейчас будет конец света. Ужас, ужас. Третий вариант – в Афинах они сидели в Ассаде во время войны со Спартой. И когда они заболели… А там куча народу набилась в Афине и началась болезнь. Мы, кстати, не знаем, чума или нет, но неважно. И сразу стали говорить, что это наверняка спартанцы каким-то образом нас травят. Мы знаем, что когда была эпидемия черной смерти, это прям всплеск антисемитизма и уничтожение евреев. Всплеск антисемитизма. А ещё бывало во время разных всплесков чумы, что считали, что прокажённые сговорились с евреями, что прокажённые были изгоями, вот они наняли евреев, что, мол, пусть все болеют, пусть всем будет плохо. – Еврейских погромов было очень много. – Да. – То, что сейчас, к счастью, еврейских погромов нет, но виноватых тоже всё время пытаются найти. Например, очень популярная версия про искусственное происхождение вируса, что это специально то ли китайцы, то ли даже, возможно, американцы. – Да, про искусственное происхождение. У меня всё говорит, Билл Гейтс, человек, который столько добра сделал миллионам людей, он, значит, нас чипирает. «Крестовые походы» – важнейшая история в Средние века. Насколько это был такой формой раннего тревел-шоу? – Тревел-шоу? – Да. Познание мира, познание других принципов, законов и прочего. Один хронист, проповедник и кардинал первой половины тринадцатого века, Яков Витрийский в своей «Восточной истории», где он рассказывает о последних крестовых походах некоторых, пятом, шестом, он говорит, что видел крестоносцев, которые из любопытства ехали на восток. Это в чём-то выхолощивание высокой идеи освобождения гроба Господня и прочее такое. Вообще главный тревел-блогер в Средней векове – наверное, скандинавы, которые куда-нибудь плывут, открывают какую-нибудь Исландию и описывают, как они там все помирают зимой, потому что очень холодно. Это вообще отвратительная земля. Ну да, и вообще там же было несколько способов путешествий. Ты пешком идёшь в паломничество, либо… – Да, и об этом тоже можно оставить текст. – Да, да. Ну и никто практически не путешествовал, как у нас тоже очень мало людей путешествует. Россия скатывается в Средневековье. Вы согласны с этим утверждением? Это не значит, что нужно стремиться к этим худшим временам. Но в средние времена или во времена благополучия, или как мы их иногда называем – времена застоя, сложно проявлять свои лучшие качества. В этом есть, наверное, трагедия человеческой жизни. И ни в коем случае это не оправдывает происходящих в средние, в том числе века в России, каких-то страшных вещей, нечеловеческих. Но зато сейчас мы, опираясь на это, можем понимать, что значит быть человеком и использовать этот опыт для того, чтобы смотреть на будущее. Мы не так уж высоко выползли из него, скажем так, но, конечно, мы сползаем. Прежде всего, вот этот культ силы и презрение к закону, замена закона личным приказаниям великого вождя. Ну вот это. Мы с этого начали, что средневековье – это некая выдумка. Начало ренессансных писателей, потом Нового времени, потом Толкин – это же абсолютно средневековая история, глубоко христианская средневековая история про битву добра и зла. Это ещё целый ряд хороших фильмов. Это всё тоже как бы такие способы пережить средневековье заново и задаться самим какими-то о себе вопросами. Вполне возможно, что просто к нам по непонятной причине вернулись некоторые средневековые вопросы, и мы в очередной раз как-то сознаём свои истоки не только в просвещении, не только в теории вероятности. Но не значит, что там скатываемся туда. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Тут продолжается рыцарский турнир. У меня два соображения по итогам этого выпуска. Во-первых, когда мы погружаемся в другую эпоху, думаем о ней, изучаем её или вот так вот впрямую погружаемся, реконструируя эту эпоху – это, конечно, не про те времена, это про нынешние времена, про то, что нам часто хочется полностью переключиться, перефокусироваться, погрузиться в какие-то совершенно другие обстоятельства, потому что окружающие нас, окружающие обстоятельства, окружающая жизнь нам надоела, нас не устраивает и по большому счёту тяготит. Я думаю, кстати, мы сделаем отдельный большой выпуск про профессиональных реконструкторов – это крутая история. А второй мой вывод – он такой более философский и позитивный, потому что если чему-то нас и учит история средних веков, то это тому, что прогресс невозможно остановить. Всё равно средние века закончатся, наступит возрождение, а потом наступит новое время. И никакой на самом деле новый феодализм не придёт. Знаете, почему? Потому что бывают откаты, бывают мировые войны, которые отбрасывают человечество назад, но в целом мы видим движение от жестокости и культа силы к всеобщему пониманию и осознанию ценности человеческой жизни. И это невозможно изменить. Можно притормозить, но изменить нельзя. Это «Редакция». Комменты и лайки туда. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин